Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Встречаюсь с Мишиной два с половиной месяца. Он заботливый и любит меня, но когда он уставший или раздраженный, он срывается на меня. Например, сегодня он позвонил мне, но не услышал моего ответа, так как связь была плохая. Написал сообщение, что я из ненужного поколения и даже трубку нормальную взять не могу. Такие ситуации и повторяются раз в две недели. Он потом извиняется передо мной и признает, что был груб, но через неделю-две ситуации повторяются. У меня он портится настроение и уходит в силу. В остальном он очень хороший и надежный. Не знаю, стоит ли продолжать такие отношения. Он говорит, не принимать его нападки близких сердца, забивать на них, а я так не могу и сутки потом переживаю. Смотрите, смотрите. Здесь ситуация следующая. Начать, в любом случае начать, нужно с того, что для вас является проблемой по факту. Если для вас по факту проблемой является ваша реакция, то есть если вы считаете, что проблема заключается в вашей реакции, это правда. Это можно и подкорректировать, и вправду. Можно с этим разобраться. В любом случае. Если вы считаете, что дело в машине, то есть если вы считаете, что дело в человеке, если вы считаете, что это в нем проблема, по факту. То в таком случае, конечно, вам нужно отношения разрывать. Потому что для отношений в любом случае необходимо безусловное принятие партнера. Если безусловного принятия партнера нет, я не скажу в вашем случае. Так уж прям однозначно. Есть оно или нет. Но если безусловного принятия партнера, если вы чувствуете, например, что есть вещи, которые вы в своем партнере принять не можете, если такое есть, то в этом случае, на мой взгляд, вам нужно, конечно, отношения заканчивать. Потому что, ну, на мой взгляд, ничего хорошего в них не будет. Вот. Это то, что касается общей какой-то картинки. Картинки. Дальше. Вас удивляет его реакция, но при этом вы пишете, что он надежный. А при этом вы пишете, что любит вас так далее. А что хочется здесь сказать? Ну, в первую очередь, у меня возникло такое ощущение, что вы ищите опору. У меня возникло такое чувство, что вы хотите опору. Что вы опираетесь на мужчину, вот, что вы пытаетесь в нем, в мужчине увидеть для себя некую такую, ну, может быть, подушку безопасности. Вот. Не знаю, насколько в данном случае я прав, но вот. Опять же. Выглядит это так. Выглядит так, что вам нужно вот это вот, подушку. Потому что само за себя вам опираться как-то нелегко. Нелегко. Совсем нелегко. Вот. Опять же, если вы сами считаете это проблемой, если вы хотели бы, к примеру, как-то поисследовать данный момент, это можно сделать. В противном случае это выглядит немного странно. На мой взгляд, что вы вроде бы, ну, вроде как, хотите человека надежного себе. Вроде. А получается, что он, ну, не слишком надежный в вашем восприятии. Вот. А вы это терпите. Вы пытаетесь с этим мириться. И, опять же, важный вопрос. Для чего? То есть, мириться с этим для чего? Почему? Вот. А вот вы спрашиваете нас о том, стоит ли с человеком продолжать взаимодействие. продолжать отношения с людьми, но вам этого никто не скажет, потому что ответственность-то ваша, потому что жизнь ваша, потому что только вы решаете, как вам распорядиться своей жизнью, своим временем, который вы тратите на человека. На мой взгляд, конечно, есть, есть разница, как мне кажется, есть разница между тем, что неприятно вам и тем, что вы, допустим, для себя чувствуете неприемлемо, как неприемлемо. На мой взгляд, есть разница. Соответственно, если хотите, можно это дифференцировать. Если хотите. Только если хотите. Можно это дифференцировать. Можно это, опять же, разграничить. Можно это как-то скорректировать. При желании вашем. При желании себе разобраться. Это можно сделать. На мой взгляд, труда этого, этого прям, это труда особого прям не представляет. Ну, то есть. С помощью психолога, да, вы хотя бы будете видеть, что происходит. Потому что вы пишите, да, что, значит, силы уходят, настроение портится, переживаете сильно. Вот. Как бы вопрос, вопрос здесь, на мой взгляд, довольно простой. Он заключается в том, а из-за чего, собственно, переживать. Взгляды больше похожи на, знаете, на какую-то неуверенность в себе. Вот. Больше это похоже на сомнения в себе. Ну, какие-то. То есть. У вас это задевает. Я имею в виду. И, соответственно, ну, как бы, крепче, крепче стоять на ногах вам, но, пожалуй, что необходимо. То есть необходимо как-то в меньшей степени, да, зависеть от того, что вам говорят люди. Вот. И для этого необходимо, на мой взгляд, заниматься коррекцией своей жизни. Для этого необходимо, на мой взгляд, разбираться в своей жизни. Для этого необходимо, на мой взгляд, работать с самооценкой там, личными границами, да, вашими. Вот. И так далее. То есть, ну, в целом, как-то заниматься лично, лично, наоборот, чтобы вот не так легко и просто было, допустим. Ну, кому-то, да, это, я уверен, не только касается, вот, мужчины, кстати, касается, в принципе, наверное, на, ну, всех людей. Вот. И, таким образом, это всё можно, на самом деле, вот, скорректировать, конечно. Но вопрос заключается в том, хотите ли вы этим заниматься? По факту. Ну, я, например, думаю, что на данный момент вы сами как-то ещё не определились, чего хотите. Да? То есть, у вас есть сомнения. Вроде бы не нравится, ну, вроде бы не нравится, вот, то, что молодой человек делает. Ну, я имею в виду с вами, да. Вроде бы не нравится. Но и опускать его, опускать его как-то не хочется. Вроде бы не нравится, как он себя ведёт, но в то же время и, эээ, ну, позицию свою вы выражаете, эээ, не сказать, чтобы, эээ, ну, чтобы слишком активно. То есть, я бы сказал, что, наверное, даже скорее спасибо. То есть, каждый раз вы ждёте, что этого не будет, да, каждый раз вы ждёте, что он изменится там почему-то. Вот каждый раз вы ожидаете, что он будет ведёт себя по-другому, а он вот каждый раз ведёт себя так же. И это нормально, потому что люди меняются. А спросите, может быть, у самого мужчины, считает ли он проблемой, ну, проблемой? Считает ли он проблемой то, что происходит? Опять же. Потому как, если он считает эту проблему, то, ну, может обратиться к психологу, да, и проработать с ним. Если он считает, что это проблема, если он не считает, что это проблема, если он так не считает, то в этом случае, если он так не считает, всё это, скорее всего, будет повторяться. И да, вам решать, будет ли она повторяться или нет. На самом деле, вам решать, как эта ситуация будет дальше развиваться. Только от вас зависит. На самом деле, сейчас, как будет дальше развиваться и строиться, ну, ваше отношение с человеком, условно говоря, да? Вот. Как-то так. То есть, если сейчас вы находитесь в такой, знаете, в позиции жертвы, если сейчас вы находитесь в такой позиции, то вы можете изменить и взять в этом смысле ситуацию в свои руки. Вот. И решить, как она будет я имею в виду ситуация, как она будет развиваться в дальнейшем. На мой взгляд, проблематика заключается, ну, основная проблематика заключается в том, что вы обесцениваете себя. Вот. И, на мой взгляд, ситуация заключается в том, что вы изначально в отношениях, в отношениях, в отношениях, вступили, изначально вы вступили в отношениях, уже, а будете в себе не уверены. вот. И сейчас, вот, то, что вы делаете сейчас, вы пытаетесь, значит, за счет молодого человека, да, а вы пытаетесь, значит, значит, обрести опору. Вот. Ну, вы пытаетесь это сделать. Да, у вас не получается, потому что молодой человек ведет себя, вот так, как он себя ведет, то есть, срывается. Вас отол задевает, вам это неприятно, вам это тяжело, вот. И, на мой взгляд, вы как-то обижаетесь на, ну, на него. А, на мой взгляд, вы, собственно, ждете от него изменений, да, вы ждете от него изменений. Точно такой момент. Вот. И, соответственно, разочаровывайтесь, когда этого не происходит. Вот. Вот так. Пожалуй, я бы вам ответил бы сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Можно ли это изменить? Да, можно. выгодить? Ну, это, это индивидуальная работа с вами. Это не имеет отношения к, к тому, предоставляет ли вам взаимодействовать с мучшими или нет. Потому что ситуация вполне вероятна, будет произождаться. Ну, в смысле того, что в других отношениях вы вполне надмодны. Будете сталкиваться с той же или похожей проблемой. Вот так. Вот так. Вот. То есть проблемы никуда не деваются, если вы просто уйдете из отношений. Потому что это ваш. Вот такой способ выстраивания взаимодействия с людьми. Вот. И если вы себя обесцениваете, например, то, так или иначе, мужчина и любой другой человек вам это будет отвергадывать. Вам будет как бы возвращаться то, как вы к себе относитесь. Хотите вы этого или нет? Понимаете, да? Какая штука. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Я желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Всего самого доброго. Обращайтесь. Обращайтесь. Подписывайтесь.